Первые тревожные данные начали поступать в середине 2000-х. Несколько океанографических миссий, изучающих шельф Аляски, столкнулись с аномалиями в работе оборудования. Подводные дроны, запущенные для картографирования морского дна, теряли связь на глубине около одной мили. При этом никакие погодные или магнитные возмущения зафиксированы не были. Одна из исследовательских групп, базировавшихся в городе Джуно, направила автономный зонд к району, известному как Крукет Крик Дроп на юго-востоке региона. Оборудованный камерой и сенсорами, дрон передавал четкую картинку на протяжении 20 минут, а затем молчание. Ни звука, ни сигнала. Самое странное, перед отключением изображение на экране резко помутнело, словно линзу обволок туман, а затем появилось мерцающее свечение, после чего связь оборвалась. Со временем таких случаев становилось все больше. Несколько научных групп отказались от работы в этом районе, назвав зону непредсказуемой и потенциально опасной. Но некоторые видели в этом сигнал к действию. Водолазы, охотники за тайнами и независимые исследователи начали присматриваться к координатам, где, по словам пилотов дронов, происходили исчезновения. А вскоре в этом районе начали пропадать и лодки. Маленькие рыбацкие судна, отправившиеся в открытое море, исчезали без следа. Обломков не находили, сигналов СОС не было. Район начали избегать даже самые отчаянные. Но что же там такое, что съедает технику и глотает людей без звука? Именно это попыталась выяснить команда частных исследователей и наткнулась на нечто, что заставило усомниться в реальности. Местные жители юго-восточной Аляски с давних пор сторонились одной морской зоны, которую в народе прозвали Воронкой. Ее координаты варьировались, но все описания сводились к одному. Участок воды, где даже в безветренную погоду царит странное волнение, а компасы бегают, словно с ума сошли. Старожилы утверждали, что там не водятся ни киты, ни тюлени, а рыбаки избегают этих вод даже в самую благоприятную пору. Всякий раз, когда судно приближалось к этим координатам, начинались проблемы. Отключение электроники, чувство дезориентации у экипажа и в редких случаях резкое изменение течения, как будто невидимая сила втягивала лодку вглубь. Один из местных пожилой рыбак по имени Харви Киллен рассказывал, что однажды ночью он оказался слишком близко к этим водам. В небе вдруг погасли звезды, словно облака закрыли небосвод, хотя ни одного облака не было. Он слышал низкий гул, будто от далекого двигателя. Наутро он проснулся на берегу, хотя понятия не имел, как туда добрался. Его лодка исчезла навсегда. Были и другие похожие случаи. Люди рассказывали о снах с повторяющимися образами. Каменные залы под водой, фигуры в темноте, глаза, светящиеся сквозь толщу воды. Это казалось бредом, пока не появился спутниковый снимок, сделанный военными. Он зафиксировал подводную структуру правильной геометрии на глубине около одной мили. Что это? Скала, построенная природой. Или нечто рукотворное. Появились спонсоры. Команда опытных водолазов, финансируемая частным фондом из Сиэтла, получила добро на экспедицию. Они не подозревали, куда приведет их путь. Первые погружения. Миссия стартовала в середине июля. Погода стояла ясная, море было спокойным. Команда состояла из восьми человек, включая троих профессиональных водолазов с опытом глубоководных погружений, инженера по оборудованию и специалиста по древним культурам. Судно сопровождалось вспомогательным катером с дистанционным управлением. Погружение происходило постепенно. Сначала исследовали район вокруг предполагаемой аномалии. Никаких следов жизни. Не было ни водорослей, ни рыб. На глубине в одну милю команда заметила, как приборы начали вести себя нестабильно. Показатели давления и температуры резко скакали, хотя внешне все выглядело спокойно. Именно тогда один из водолазов заметил странность на экране подводной камеры. В стороне от маршрута маячил резкий угол. Естественные образования, как правило, не имеют четких углов под 90 градусов. Камера была направлена в ту сторону. И все замерли. На экране появилось нечто напоминающее вход. Тенни в пучине. Перед входом в пещеру водолазы остановились. На мониторе виднелось нечто напоминающее карниз, будто кто-то вырезал его в скале. С обеих сторон колонны наполовину разрушенные. Это не могла быть случайность. Но кто и когда мог создать подобное на глубине более одной мили? Команда запустила дрон внутрь. Освещение слабое, но достаточно, чтобы заметить узоры на стенах. Их форма не поддавалась описанию. Волнистые линии, резкие пересечения, будто кто-то пытался зашифровать послание. И вот внезапно камера зафиксировала движение. В самом углу кадра в полной тени что-то промелькнуло. Команда переглянулась. Все подумали об одном. Оптический обман. Но камера продолжала следить за движением. Секунды спустя дрон начал терять сигнал. Последнее, что он передал – слабое биолюминесцентное свечение, выходящее из глубин туннеля. Водолазы приняли решение войти внутрь сами. Несмотря на риск, их подготовка и экипировка позволяли совершать вход на ограниченное время. Внутри пещеры царила мертвая тишина. Звук их дыхания и слабое постукивание приборов были единственными шумами. И вдруг на стене символ, похожий на человеческий глаз, окруженный линиями. Его размер – более трех футов в ширину. Когда они коснулись его, что-то сдвинулось внутри скалы. Живая скала. Стена, на которой располагался символ, слегка вибрировала. Это ощущалось через перчатки. Скала будто отвечала на прикосновения. Затем последовал мягкий, но четкий щелчок. И часть стены, ранее выглядевшая как монолит, приоткрылась, образуя проход. Водолазы переглянулись. Это было невозможно. Ни природа, ни эрозия, ни давление не могли создать такой механизм. Внутри прохода они увидели узкую галерею. Стены были гладкие, с металлическим блеском. Но прикасания ощущались как камень. На них символы, шедшие змейкой по всему туннелю. Некоторые напоминали древние надписи цивилизации Южной Америки. Другие абсолютно незнакомые. Температура внутри была выше, чем снаружи. И воздух. Да, внутри туннеля оказался воздух. Первоначальный анализ показал наличие кислорода. Один из водолазов снял маску и смог дышать. Это было поразительно. Чем глубже они шли, тем больше структура казалась живой. Стены вибрировали на частоте, которую не слышало ухо, но ощущало тело. Это был не просто проход. Это была часть чего-то большего. Механизм, организм или древняя технология. И все это время вдалеке мерцал свет. Неестественный, пульсирующий. То, что они увидели за следующим поворотом, поставило под сомнение саму историю человечества. Запретные символы. Свет от фонарей освещал все новые и новые надписи на стенах. Некоторые из них были вытравлены так глубоко, что казались выжженными. Другие аккуратно вырезаны, словно кто-то наносил их резцом, миллиметр за миллиметром. Археолог, сопровождавший экспедицию, делал фото каждого фрагмента, но даже он не мог дать однозначной оценки происхождению этих символов. Некоторые знаки напоминали шумерские клинописи, но были соединены с кругами, треугольниками и изогнутыми линиями, которые больше походили на кельтские или тибетские узоры. Этот симбиоз совершенно разных культур, разделенных тысячелетиями и континентами, поставил специалистов в тупик. Особенно водолазов поразила одна стена, целиком покрытая фресками. На ней была изображена сцена, фигуры, облаченные в длинные одеяния, склонились перед огромной сферой, зависшей над платформой. У ее основания символ, похожий на древний глиф, встречающийся в мифах народа Хаида, коренного населения Аляски. Это открытие всерьез озадачило ученых. Как символ, передаваемый в устных преданиях североамериканских племен, оказался высечен в подводной структуре на глубине более одной мили. Казалось, каждый шаг вперед все больше запутывал, а не приближал к истине. Откуда все это? И почему никто не знал о существовании этой структуры раньше? Но самое необъяснимое ждало их в следующем зале. Там законы физики будто переставали работать. Воздух под водой Когда группа вошла в главный зал, первое, что они почувствовали — резкое изменение давления. Показатели на приборах сошли с ума, но при этом никто не ощутил ни боли, ни перегрузки. Маски сняли, воздух был пригоден для дыхания, насыщенный кислородом и сухой, как в пустыне. Камера с микрофоном передавала звук впервые за весь поход. В пещере слышно было эхо. Это было невозможно. Они находились под слоем воды толщиной более 5000 футов. Никто из команды не мог объяснить, как это работает. Осмотр зала привел к еще одному открытию. Потолок представлял собой полусферу с системой кристаллов, встроенных в свод. Они излучали слабый бело-голубой свет не от электричества, а, похоже, от неизвестной биолюминесценции или энергоносителя. Кристаллы реагировали на движение, меняя яркость и форму свечения. В центре зала находился круглый постамент. Он был покрыт металлическими прожилками, как нейронная сеть. Один из водолазов, прикоснувшись к его поверхности, почувствовал слабый импульс, будто что-то отреагировало на контакт. Тогда структура слегка изменила форму. Верхняя часть постамента начала подниматься, обнажая внутреннее устройство. Там находился объект, напоминающий сферу из кварца, но с внутренним свечением, как у живого организма. Все стояли в молчании. Это было больше, чем просто археологическая находка. Это был артефакт, несущий в себе чью-то волю. Но главный вопрос оставался – кто и зачем построил все это? Ответ намекал сам зал размером следов на полу. Следы гигантов Пол зала был испещрен углублениями, похожими на следы. Только вот их размеры ставили под сомнение все, что наука знает о биологии. Каждый отпечаток был не меньше трех футов в длину. С пятью вытянутыми пальцами и глубокими вмятинами, будто вес существа, оставившего его, превышал полторы тонны. Следы уходили вглубь одного из туннелей и терялись за пределами обзора. Кто бы ни был хозяином этих следов, он был по-настоящему огромен. При этом форма отпечатков не соответствовала ни одному известному виду на Земле. Даже ископаемые останки древних динозавров или млекопитающих не имели таких черт. Это было нечто иное. Один из водолазов попытался сделать гипсовую копию, но в момент заливки раствор начал бурлить и дымиться. Похоже, материал пола вступал в химическую реакцию. Это означало только одно – состав вещества, из которого сделано основание, неизвестен современной химии. На стенах вдоль тропы виднелись гравировки. Они изображали тех же существ, что оставили следы. Головастые, с удлиненными конечностями, без рта, но с огромными глазами. Подписи под ними отсутствовали, но вся композиция создавалась ощущение, что эти существа – хозяева пещеры, а не ее случайные обитатели. Исследователи поняли, что идут по пути, оставленному кем-то, кто был здесь задолго до людей. Утерянные технологии Продвигаясь по туннелю, команда обнаружила нечто, что повергло их в шок. В нише между двумя стенами находился механизм. Он был покрыт налетом времени, но его структура – множество тончайших пластин, соединенных проводящими нитями – говорила о технологии, намного превосходящей любую известную человеку. По форме он напоминал цилиндр с прорезями, внутри которых мерцали светящиеся узоры. В одном месте к устройству была прикреплена решетка, на которой виднелся символ – тот самый, что встречался на стенах пещеры и на фреске в зале. Инженер, сопровождавший миссию, попытался изучить механизм. Он не работал от электричества, не реагировал на тепло, звук или давление. Но когда один из водолазов произнес слух одно из слов, воспроизведенных с фрески, устройство дало слабый импульс, а затем запустилось. Внутри цилиндра начала вращаться световая спираль, создавая голограмму неизвестного происхождения. Изображение показывало карту, поверхность, покрытую ледяным панцирем, и структуру, похожую на пещеру с множеством ответвлений. Похожи они были только в одной из камер, а таких было еще как минимум дюжина. Открытие технологии в сочетании с картой сделало экспедицию сенсацией, но они еще не знали, что это привлекло внимание совсем других наблюдателей. Звук из глубины С того момента, как устройство активировалось, пещера изменилась. Начал доноситься странный звук. Он не был громким, скорее низким фоном, как будто кто-то включил мотор на очень низких оборотах. Но звук этот шел из самой структуры. Сначала он казался случайным, но потом ученые поняли — это ритм. Пульсация. Словно сердце. Приборы начали фиксировать магнитные колебания. А датчики эхолокации показывали, что в глубине структуры начало что-то двигаться. Попытки передать сигнал на поверхность дали сбой. Связь-то с судном начала прерываться, а потом пропала вовсе. Это означало одно — механизм, что бы он ни делал, начал влиять на окружающее пространство. Возможно, он просыпался. Возможно, знал, что его активировали. Именно в этот момент на эхолоте появилось движение. Медленное, тяжелое, идущее со дна одного из нижних залов. Кто-то или что-то приближалось... Гипотезы археологов После того, как первые материалы с подводной экспедиции стали доступными, пусть даже в ограниченном объеме, в дело вмешались археологи. Некоторые из них сочли обнаруженные символы и артефакты настоящей сенсации. Среди наиболее громких заявлений гипотеза, что найденные узоры напоминают язык культуры Денали, населявшей территорию нынешней Аляски более 10 тысяч лет назад. Проблема лишь в том, что Денали оставили после себя крайне мало артефактов, и о письменности речи не шло. Другие исследователи обратили внимание на сходство между символами пещеры и знаками, встречающимися в глиняных табличках цивилизации альмеков в Центральной Америке. Такое совпадение, пусть даже частичное, могло означать древние трансокеанские связи или общую утраченную цивилизацию, стоявшую у истоков всех известных культур. Были и более экзотические теории. Некоторые эксперты, специализирующиеся на мегалитах, увидели в форме залов и туннелей сходство с конструкциями в районе Йонагуни, подводного плато у берегов Японии, которое также вызывает споры о своем происхождении. Неужели человечество действительно знало строительство на таких глубинах тысячи лет назад? Среди исследователей всплыли и упоминания о мифах народов инуитов и хаида, где рассказывались истории о железных вратах в океане, охраняемых духами-гигантами. Ранее считавшиеся фольклором, эти легенды начали восприниматься под иным углом. Однако все эти гипотезы были прерваны, когда в район пещеры прибыли военные корабли. Правительственный интерес Через неделю после активации найденного устройства к месту проведения экспедиции подошел военный катер береговой охраны. Команде было приказано немедленно прекратить исследование, все материалы изъяты, а район объявлен зоной ограниченного доступа. Формулировка Угроза безопасности нации Официальные лица заявили, что зафиксированы необычные тектонические колебания, и район нуждается в срочной оценке. Неофициально среди сотрудников экспедиции поползли слухи. Якобы один из переданных сигналов был зафиксирован военными спутниками и имел структуру, напоминающую закодированное сообщение. Кто-то из команды успел передать видеофрагмент одному журналисту в Сиэтле. После этого с ним перестали выходить на связь. Сам журналист вскоре сообщил о слежке и удалил все материалы. Позже выяснилось, один из офицеров участвовал в глубоководных миссиях в районе Бермудского треугольника. Совпадение? Тем временем ученые, успевшие изучить первые фото, были вызваны на допрос. Некоторые из них после этого публично отказались комментировать любые аспекты исследования. Это только подлило масло в огонь. Казалось, кто-то очень не хотел, чтобы правда всплыла наружу. Продолжение следует...